Раннеров будет четыре. Operation Showcase. Очень, очень непонятная штука. Непредсказуемая. Но будем молиться, что это что-то адекватное. Что можно довольно легко понять. Это Super Mario Bros. 3. Я так понимаю, они используют Mario Land, по-моему, как-то так назывался, картридж. Который на SNES позволял запустить первые три части Mario плюс Mario World. По-моему. Нет, это всё-таки... Super Mario Bros. 3. По-моему. Итак, мы просто проведем, и давайте начнем. Хорошо, давайте проведем. Итак, первое, мы выберем три игрока, да? Да, да. Мы только три игрока, да? Да, да. Да, да. Да, да. Ну, тут можно примерно понять, кто за кого играет, но я мгновенно запутался. Они добавили двух новых Марио, помимо Луиджи и Марио, это Карло и Пауэрло. Я могу всё, что сказать, это выглядит типа... Я надеюсь, тут будут все мини-геймы, то есть помимо оригинального Марио, тут будет... А, да-да, он прямо говорит, пять игр для победы. Я надеюсь, что здесь всякие докторы Марио будут и подобные. Я верю, я надеюсь. Потому что если вот это вот будет на протяжении сорока минут, я, короче, ребят, просто посижу с вами, типа, посмотрю так. Потому что, ну, типа, сорок минут оригинального Марио, даже если это Батл Роэль... Не-не-не, ребят, я такое не выражу. Да, тут вот есть модификация, типа, тут всякие крабики выходят, шипастые купы... Жабки, 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 почему жабки, блин... Тортл, черепахи! Ну, блин... Сорок минут этого... Моя психика не выдержит такое... Может быть иногда это полезное, но в большинстве они просто перекидывают. Спасибо за это... Ну, я, я, я... Ну, Мара... Не пробую, биться пробовать! Ох, он будет, он выйдет! Он выйдет от права. Может, на право. Он не будет... Лего будет? Как ты, как ты? Вы должны дали свою жизнь за причину. Дай... Я могу и брал! Это... Это победа на кости. Это... Иногда это легкое, иногда очень сложное. На самом деле это довольно тяжелое. Потому что... Да, да, да. Какие четыре игроки в то же время, тебе надо專�ирать на то, что все чего они делают. я думал финалка на 7 часов это скучно ну давайте тогда хотя пообщаемся пока эти батл рояльщики играет у вас за день произошел ребят я пошел спать давай спокоим ночи смотрели ESO прикольно че сегодня интересного было я просто весь день как бы в лурк моде провел особо на стрим не смотрел уже есть нормально а фоллблок был блин а фоллблок пропустил вообще непростительно это второй раз вчера да я впервые осознаю что мне 40 минут просто не о чем говорить вот типа вообще не ой давайте болтар с гейт не вспоминать я до сих пор в прострация того что показали в трейлере если хочешь залетай типа дака залетай просто мы болтаем чаки нам 40 минут реально нифига не делать это вот все вот мы геймплей весь увидели за в первую минуту они собирают монеты кто соберет монеты и не погибнет вот убедил и так нужно чтобы каждый вы типа чувак выиграл один пять раз класс все это весь геймплей появляется вот мухи какие-то и луижи уже дважды победил марио три раза победил ей А это из арио. Ник читается одинаково практически если так не заметишь. Реально прям жесть из арио меня развел да не я вообще думал еще на супер марио 64 залететь на ромхак там там принципе ромхак интересный если это тот от которым я думаю конечно марио марио луиже я уже забыл эти имена на сипи проспать финалку и цветовое я сейчас на тоже так собираюсь делать это кстати неправда что марио сам быстрый персонаж во второй части по моему луиджи быстрее чем марио который lost dimension или как он там мы все всех тот но я помню из спидрана второй части что там чаще используют кстати да там реально чаще используют то да из так вспомнить там пич и тот быстрее а у луиджи по моему выше прыжки и если я так мне память не изменяет короче марио сам бесполезная часть во вторую часть персонажа во второй части есть так подумать марио не «плата» было конечно скам ставку поставить типа кто выиграет но мы уже опоздали надо было раньше как-то подумать об этом тут уже видно что либо марио либо луиджи выиграет да ну пусть же монетку спер а тут кстати марио и луиджи одни остались видать какие-то скилловые челы я думаю там мексикал раннер а по моему мексикал раннера отвлекает печеньками кто-то проименил сроту печеньки а марио марио все победил ей так давайте доктор марио доктор марио пожалуйста нет это пятина как же луиджи разводит просто как же разводит желтый просто не старается желтый как подловил это ошибка и марио уже собрал монетки вивин я так понимаю на марио мексикал раннер он скорее всего конечно здесь затащит спокойно я не понимаю сложно было отсюда типа какой в луиджи и второе варю сложно было их сюда засунуть зачем каких-то двух новых челов изобретать важно есть канон оп 1 2 марио выиграл чем марио находится в таком прям диком состоянии там дико опасно пару пикселей все нет просто добавлять отдельную модельку персонажа это слишком сложно поэтому они просто применили колор маску просто кто может не знал то изображение в всяких 16 из 8 битных играх они черно-белые изначально но для каждого для каждого спрайта сохраняется колор маска чтобы задавать им цвет типа таким образом например марио кто может знаете есть в оригинальном супер марио брос бак когда ты маленький марио становишься огненным то есть ты маленький марио и плюс огненный что как бы ну нелогично ты думаешь неужели авторы специально добавили модельку специально добавили спрайт марио когда он маленький огненный на самом деле все все намного проще просто есть маска которая дает цвет марио и он становится вот таким вот огненным желтым и тут в принципе то же самое то есть это у них есть в игре есть две модельки это марио и луиджи и на них просто наложили маску и тут можно даже заметить что здесь как бы два луиджи просто разные раскраски и два марио разные раскраски то есть это просто две разные маски наложили вообще кстати говоря с этими масками очень сильно заигрывал mario world где добавляясь просто помрачительные враги там когда ты проходишь по моему звездный мир если правильно помню то у тебя все враги трансформировались и это выглядело максимально страшно ах да осенне осенне мне как-то раз выпало желание почему-то посмотреть стопроцентное прохождение mario world тассом это было довольно забавно кстати двое остающих чуть-чуть по ходу научились играть и уже более такую жесткую конкуренцию представляет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Летко вина ужасно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Допу о 해 ! У Паолома прям вообще не тащит У Паолома прям вообще не тащит Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Не, на самом деле я скажу так, что и World довольно такой противный, я честно сказать очень долго привыкал к управлению Марио Ворлда, и я буквально там первые пять уровней просто конты только так отлетали. Здесь вроде хорошая тактика сидеть сверху, ждать монеты. Но с другой стороны это и опасно, потому что вот появляется призрак и все. Ой-ой-ой, Луиджи защищается. Не, ну да, по первой ты очень жестко страдаешь с Марио Ворлда, но когда ты уже подпривык, когда ты уже знаешь всякие такие штуки типа кручения, как выполнять правильно, то да, игра-то становится не очень сложной. Вот именно сложность, вот привыкнуть к этому управлению. Да-ля-ля, да, попроще становится. Но я все равно в жизни не пойду играть в ромхаке Марио Ворлд. Мне моего прошлого фангеймера хватило. Хорошая штука, хорошая штука. Я не буду... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ёй, они сверху оставили человека. Марио Уорлд или Нью Серия? Я, честно сказать, дальше с Несса не продвигался в игре в Марио. Я ни в Одиссея не играл, ни в Шаншайн, а нет, слушай, вру, я ещё в 64-ку играл, да, но это было очень давно и я её не прошёл. Может, когда-нибудь в бутылке. В будущем я поиграю в какие-нибудь ещё Марио. Ну, пока что меня не отпускают флешбеки после Марио, Супер Марио Брос. Ну, это Нью Супер Марио Брос, типа. Я понял, в принципе, о чём-то, это виюшная, по-моему, части Марио. Там, где Бозер Фури и подобное, я так понимаю. Я видел пару видосов на Ютубе, где там чуваки без монет пытались играть, всё такое, но как-то самому даже посмотреть спидран не удавалось, на марафонах всегда скипал. Кстати, у нас здесь сейчас хороший шанс синему выиграть. Ой-ё-ё, зелёный прям близко был. Но зелёный прям не сдаётся. Ай-ё-ё, зелёный прям не даёт ни гриба, ничего. Так, синий-синий-синий комбатчат и синий первую победу делает. А, это Карло. Блин, я перепутал Паулу с Карло. Ты должен был учитывать, как они учитывали, как они учитывали, как они учитывали. Ну, каждый раз. Но Карло просто стоит на земле и это не хорошо. Карло и Паулу-синий-синий-синий. Мэриэл прям нормально так сливает противника. Плюс две монеты Луиджи. Очень хороший тайминг. Великое противостояние Марио против Луиджи. Жесть, как Марио живёт. Горда, всё-таки, что его нет. Более, не учитывай. Вы знаете, я не могу. У-у-у, он не будет. Убрана на струбе. Наверное, Марио селёны в два-тека. Убрана на струбе. Марио бросает на другой струбе. Может, нет, всё-таки не надеяло это. Марио для обояк? О, нет. Марио лоровед. Марио погибает, Луиджи Винс. Ой, кто-то посмотрел фильм по Марио, все понятно. Спойлеры в чате. Да. Да. Да, да. Много стратегий не хватает. Да, 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 да. Я думаю, Карло тоже у него 4 победы. Я не уверен, что это случилось. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Луиджи, 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 луиджи. Луиджи вкладываешься. Ты планируешь все, чтобы ему дать его. Луиджи он 4. Нет, 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 нет. Карло, Карло, Карло. Перейдите, Луиджи он 4. Что? Луиджи он 4. Я у тебя плохие, Луиджи. Они могут все видеть результаты. Это не Поль, у тебя, это не мальчик. Да, 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 давайте LETСПИТИЮ. Это выглядит очень сильный. 正о. Почему всегда, каждый раз, когда я комментирую Покемоны, Марио или Зельду, находится человек в чате, который все знает, мне все объясняет, но при этом сам игру не комментирует? Почему так? У нас как бы заявки происходят, ребята, на комментирование. Перед каждым марафоном, перед каждым рестримом. У нас есть ссылка в описании. На дискорд сервер наш, вот, вот, можете зайти и вот-вот присоединиться к нам. У нас еще, кстати, есть ВК-группа, там тоже посты делаются. Вот, ребят, давайте, заходите, приходите, записывайтесь. И комментируйте, Марио, Покемона, вот, мы вас ждем, как говорится. А если вы еще и спидранер, вы еще и спидранер, вы можете еще и на всяких марафонах поучаствовать. Я, кстати, однажды одного такого недо-чатера недо-спидранера поймал. Сказал ему, иди в комментирую Лару Крофт. И оказалось, что он спидранер-л Лару Крофт. Это было неожиданно? Все, кто-то это радует быть тут. Да, да, да. Если это не помог, Лучья, я не могу понondere, действительно. Да, так и. Ну, ты что, я не могу, я украл в fridge. Это правда, что я могу, это не было, мне удовольствоваться. Да, да, я, 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 выиграли уже, чем я украл в баланс. Ну, это правда. Марио, я украл в 3. Ты не представляешь, как твое знание Марио можно применить в комментировании Марио. Потому что я, хотя и наблюдал уже сотни раз спидран Марио и кучу разборов смотрел, все равно многое не знаю. Какая быстрая победа Марио. Так, ребят, у вас как бы 5 минут из тиммейта, а у вас второй раунд, второй матч длился типа минут 20, так что давайте там ТМР переставай поддаваться, уничтожай их и мы идем дальше. Айран, не знаю, ну вот как бы задание на лето, выучить все спидраны Марио. Именно все. Да! Какая бы команда Киааа? О, ман. Они Киааааааены? Ага! Именно, какие Киаааыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыой в комнате. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да! Ок, древчиня, он должен создавал DimaTorzok Луи джи в Druid Луи джи вентс андон Кажите, не благоприятны Вы не позволяйте fare technically Я кудра Это помимо Вряд ли не и прям всю катку будут доигрывать. Кстати, я не удивлюсь, если этот ром-хак сделали прямо в Марио Ворлд с помощью лагов, произвольного кода. Я абсолютно не удивлюсь. У нас будет матч между Марио и Луиджи за победу. Баба – это ты? Нет, Баба – это лов. Ой-ой-ой, как Марио не повезло. По две монетки. Блин, Мексико Раннер такие тонкие тайминги делает. Ой-ой-ой, Марио остается одна монета. И Луиджи берет последнюю монету. Ой-ой-ой, как же тонко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вы! Все везде, ребята, уно. Истин-то для ЕСА – это не то, что интересно. Вы видите, как-будет и все обзоры. И здесь вся есть много планировала. Спасибо, Диана. Спасибо, Лука. Картар. Спасибо, Марио. Спасибо, Картар. Спасибо, Ребина. Вообще, Ара, это не только Картмастер. Продолжение следует... Продолжение следует...